Всем привет! Сегодня у нас видео немножко необычное. Все многие меня просили сделать видео о том, как собирается компьютер. Сегодня предостался небольшой шанс. Не будем рассуждать о грамотности этой сборки, а посмотрим сейчас, как собирается именно компьютер от начала и до конца. Сразу скажу, я не супермастер. Собирал всего компа 4, ну, может, 5 штук за свою жизнь, поэтому буду делать, может, не очень грамотно, но какие-то азы маленькие я всё равно знаю, поэтому с вами попытаюсь поделиться. Сейчас давайте посмотрим, что у нас есть в наличии. Сборка, сразу скажу, приблизительно на 30-35 тысяч. И главное в ней это то, что она на 2011-ом сокете. В принципе, за эти деньги на ближайшем аналоге 4770 можно собрать. А это у нас за те же деньги процессора на 2011-ом сокете. Итак, у нас получается блок питания 650 Ватт, Чифтек АПС. Вот такой вот. Жесткий диск у нас Seagate Barracuda на 1000 гигабайт. Память будет в двухканальном режиме. Ну да ладно, 2 по 8, Corsair Vengeance. Вот такая вот. Материнская плата считается как улем, по-моему. Она вот без наклеек. За это цена у неё ниже. Поэтому можно сэкономить. Сэкономим на всяких фентифлюшках. А материнская плата у нас называется P9XM9LE. Вот так вот она выглядит в минимальной комплектации. Процессор будет 38-20. Обычный. Что у нас дальше? Ну, обычный привод. 650-я TI. Видеокарточка. В принципе, тоже обычная. Не знаю. Скорее всего, она просто там не нужна будет. Место встроенное будет. И охлаждаться это будет вот таким вот кулером. Zalman NPS 10X Optima. Сокет 2011 Ready. Не самый лучший кулер, но это как бы хороший минимум для такого сокета. Потому что сокет у нас горячий. Поэтому, в принципе, сойдёт для не самых максимальных нагрузок. Ну и всё это будет вот в таком вот корпусе. Это Кулер Мастер N500 называется. Как же N2 модель. В принципе, стоит он в районе 2,5. Zalman из Z серии всем надоели. Поэтому немножко разнообразим. Соберём вот в таком вот кулер Мастере. Итак, приступим. Самое первое, наверное, что мы сделаем, это материнская плата. Достанем её и начнём сборку именно с неё. Сейчас достанем, посмотрим, планка у нас здесь, комплектация. Достанем все сатаки беля, которые нам потребуются. Инструкция, на всякий случай, мало ли я с чем-то не справлюсь. Так, ну и перейдём непосредственно к установке. У нас сокет немного необычный. Это 2011-й сок. И снимается он также необычно. Сначала с этой стороны, затем с этой. Вот так вот это всё делается. Поднимается крышечка. Убираем этот защитный колпак. Процессор. Очень важно не погнуть ножки на сокете, когда вы вставляете процессор. Но здесь для удобства обозначен уголок. Видите, здесь вот есть уголок. И такой же уголок есть у нас на сокете материнской платы. Поэтому ошибиться, в принципе, здесь сложно. Поэтому мы уже знаем, каким боком вставлять процессор. Аккуратно, не нажимая, он должен сам упасть в нужные пазы. Вот здесь даже ещё есть такой же уголок. И закрываем в той же последовательности. Сначала у нас идёт эта сторона. Потом эта сторона. Всё, мы закрылись. Сокет установлен. Всё отлично. Далее у нас... Давайте достанем сразу вентилятор. Сейчас опять я буду долго и мучительно его вставлять, поскольку заломами не дружу. И вообще, это самая нелюбимая моя часть сборки компьютера. Это установка вентиляторов. Поскольку крепление всегда разное. И, наверное, этот момент мы промотаем, поскольку всё равно вряд ли вам чем-то поможет. Поскольку у всех вентиляторов, у всех кулеров крепление всегда разное. Поэтому особо вам смотреть на это незачем. Я сначала приготовлю крепление. Затем намажу термопастой. Думаю, вы это уже увидите. Пока мы нажмём на паузу и будем изучать крепление. Собрали наш кулер процессорный. С помощью вот этих вот штучек мы поставили вентилятор сам. Прикрепили крепление. Сейчас у нас момент нанесения термопасты. Вот я, в принципе, комплектную сюда выдавил. Напомню, что толстым слоем не нужно это делать. И теперь, после того, как мы выдавили, нужно равномерно нанести на крышку процессора. Опять же, многие думают, что чем больше они нанесут, тем лучше. На самом деле, не так. Наоборот, будет теплоотдача у процессора меньше. Термопаста просто будет мешать отводу тепла. Поэтому вот так вот мы аккуратно распределяем на крышку процессора. И только после этого устанавливаем вентилятор сверху. Как мы распределили термопасту, сейчас время за установкой вентилятора. Это специально не буду разматывать, поскольку крепление у нас вот здесь недалеко. Итак, мы устанавливаем охлаждение. Может, не совсем аккуратно. И теперь прифигачиваем его такими штучками. Это будет сделать, наверное, проще до установки вентилятора. Но я об этом не подумал. Поэтому изначально мы до конца не закручиваем. Немножко прихватим. И потом уже постепенно будем с разных сторон закручивать. Иначе он у нас просто не перекрутится. Если бы у него еще руки, как у алкоголика, не тряслись. Прихватили. Теперь с этой стороны. Теперь подсоединяем ЦПУ-фан. К разъему, вот, покажи ЦПУ-фан. Никакой другой. ЦПУ-фан. Чтобы он грамотно через BIOS у нас управлялся. Расплатовываем память. Поскольку у нас будут забиты не все слоты, то нужно читать инструкцию, какие именно слоты устанавливать. Потому что, насколько я помню, разница все же есть. И в инструкции пишется, если у вас не будут забиты все слоты, то устанавливать ее в строго определенные. Например, если у нас будет две планочки всего, то нужно устанавливать, например, не в синюю, а в черной. Или наоборот. Сейчас мы это уточним в инструкции. Открыли память. Подглазили. Вот такая вот она симпатичная черная. Как я говорил, по-мажорному она высокая. Ну да, память же чем выше, тем чем большой ты мажор. Так, сейчас. Сейчас мы посмотрим инструкцию в материке. Да, пока вам покажут, что у нас пока получилось. Вот. Ну так, вот у нас есть recommended memory configuration. И вот мы смотрим, у нас две планки. И нам нужно ставить слоты B1 и D1. Я надеюсь, здесь подписаны они. Да, конечно, все подписано. A1, A2, B1, B2. Итак, у нас две планки. Нам нужны B1 и D1. То есть, получается, ближайшие к кулеру голубые от разъема. Так, память. Тут сложно ошибиться, какой стороной ставить. Потому что иначе она у нас просто не встанет. И установка. Устанавливаем до защелкивания. Раз, защелкнули. Так, еще раз припроверим. B1, это вот он. И D1, это вот. Все верно. Ну, вот как я вам и говорил. То есть, не сказал бы, что без разницы, куда ее втыкать, вставлять. Наверное, более грамотно будет. Вот так мы вставили. Ну, не совсем круто смотрится. Порты не все забиты. Ну, какая разница. Так, теперь, наверное, настало время распаковки блока питания. И достанем корпус, пока этого отложим. Тут-туту-туту-туту-туту. Наш друг-отвертка поможет нам открыть блока питания. Так, очень хороший блок. Мне нравится больше всяких термалтейков. По крайней мере, по ним у нас меньше было, в ограничительных случаях, чем по термалтейкам разнообразным. Вот у нас крепление для корпуса. Вот инструкция, которая не так еще важна. Сам блок. Вот такой вот блок, модульный. Не отсоединяемый только главный кабель питания ватеринской оплаты. И основных периферийных устройствах. Вот такой вот золотой значок. Ну что ж, по-моему, круто. Так, достанем сразу дополнительные кабели. Или кабеля, или кабели. И так, вот такой вот у нас корпус. Для того, чтобы нам лишний раз ничего не откручивать, сразу откручиваем обе стенки. С одной стороны мы будем все устанавливать. А с другой стороны будет у нас прокладка проводов. Раз. Два. Установим сразу блок. Устанавливаем вентиляцией вниз. Поскольку здесь предусмотрена установка блока вниз вентиляции, как раз тут есть холодную воду, будет забирать у вас снизу. Развернем основные провода. Вставляем. Провода сразу выводим в основное отрезки. В разных корпусах может отличаться процесс, но в принципе основы те же. Поэтому, я думаю, видео будет полезно. Немножко соседи кричат, мешают. До конца вкручиваем. Провода мы проведем. Вот такие у нас аксессуары здесь. Их тоже отрезаем, чтобы не мешались. Рельсы для установки, а и на борт площадок. Ладно, достанем это все. На стяжки поскупились. Не подарили намного стяжек. Не давать уже все стороны. Теперь устанавливаем площадки. Вот такие вот нам площадки нужны для того, чтобы материнская плата не контактировала с корпусом. Либо может произойти замыкание. Куда их вкручивать? Здесь установлен индекс отверстий. Вкручивать нужно не все отверстия, а только те, которые указаны. И так у нас для TX формата ABCDEFJKL. Поэтому начинаем вкручивать. В некоторых корпусах они вкручиваются легко. В некоторых не очень. Поэтому есть вот такая вот штучка, которой мы будем их нормально вкручивать. Сейчас мы их вкрутим. Установим такую шляпку. И отвертку уже до конца закрутим. Надеюсь, нам никто не помешает заснять это видео. Вот так вот у нас в корпусе есть такие рельсы для установки жестких дисков. Мы вставляем его куда-нибудь пониже. Там, где на него будет дуть вентилятор. Вставляться он должен до упора. Все, вставился. Отлично. Далее мы заднюю планку от материнской платы вставляем. Тоже до защелкивания. Раз-раз. Все, вставили, чтобы она больше не мешалась. Теперь кладем на лопатки, наверное. Нет. Тру. Заводим провода. Самое главное завести провод процессорного питания вот куда-нибудь здесь, чтобы сейчас увидите зачем. Так, теперь кладем корпус. Желательно, конечно, матерчатую ткань иметь, но да ладно. Вот уже наш готовый инструмент для покорения 2011-го сокета питания процессора. Сразу попытаемся его подключить, потому что потом будет очень тяжело это сделать. Сразу соединяем. Там видно, да? Сейчас непросто. А когда материнская плата уже будет включена в провода, наверное, можно было и подведенше сделать. Оп, и все. Теперь пытаемся попасть в отверстие на заднюю крышку. Аккуратненько прикручиваем. Сразу вкрутил. Оп, держится. И нам еще нужно 9 таких шурупиков. Итак, давайте перейдем, как мы приступим ко второй, наверное, половине нашего обзора и сборки. Посмотрим, что мы делали еще раз. Итак, для начала, это работа с материнской платой. Вставляем процессор. Собираем потом кулер. Все крепления. Наносим термопластно-прикручиваем кулер. Далее мы устанавливаем оперативную память. Потом достаем корпус. Прикручиваем эти подставочки золотистые. Прикручиваем материнскую плату. Перед этим подключив заранее питание процессора. Потому что очень сложно бывает иногда из-за кулеров больших подлезть туда. Затем мы ставим планку заднюю. Ну да, потом, соответственно, прикручиваем. Жесткий диск мы вставили заранее. Сейчас можно переднюю крышку снять для того, чтобы установить нам привод. Вот так вот это делается. Снимается крышка. Так, и здесь достается любая планочка. Вот мы освободили место для привода нашего. Устанавливаем. Вот такая у нас система безвинтовая. Сейчас мы открыли ее. Засунули. Так, тут важно поймать. Все, засунули. Зашелкнули. Лок. Открыли. Засунули. Локнули. Вот он сам схватился. И он дальше не двигается. Теперь нам его нужно с обратной стороны прихватить винтиками, чтобы он не болтался. Сделаем это быстренько. И теперь посмотрите. Нифига. Ровно. Так, теперь можно заранее питание для этих устройств подсоединить. Первым делом у нас будет идти жесткий диск. Вставляем питание. Мы, соответственно, смотрим, какой там разъем, в какую сторону идет. Вот так. Раз. Так, ну и до привода, естественно, нам не хватает. Это самая важная проблема, которая мне не нравится. Постоянно подсоединяем высота кабель. Вот такой у нас будет угловой. И сразу его сюда заводим, чтобы подключить к материнской плате. Соответственно, нам понадобится еще один вот такой вот кабель для подключения сапоустройств. Вот такой еще один получается. Заводим его в привод. Так, и теперь нам нужен второй сапо-кабель. Так, что у нас дальше? Дальше, наверное, у нас будет подключение материнской платы. Самый ближайший разъем это самый такой кабель у нас здесь будет. Тут щелчка может не произойти, но главное, чтобы плотно встал. Вот, но встал наш кабель. Опять лишнее выводим. Получается, минимум проводов в корпусе. Эти нам пригодятся, эти пригодятся. Это под видеокарту вот такой, не длинный, поэтому вывезти его не получится. Поэтому мы его красиво здесь свяжем и к видеокарте потом подключим. Что у нас дальше? Дальше давайте немножко приведем в порядок провода. Вот такие у нас стяжки есть. Дешевые такие, которые руками рвутся. Те провода, которые нужны для подключения к материнке, мы завели сюда. Этот длинный провод USB 3-й панели на передней стенке подключается у нас в материнскую плату. Его мы, соответственно, как-нибудь попытаемся выложить красиво. Тоже, наверное, назад стенку выведем. А снизу проведем. Так, мы его достали. И чуть снизу мы его попытаемся провести. И теперь подключение. Смотри, этот привод всегда очень хлипкий провод. Поэтому мы его, наверное, чтобы он не изламывался, вот отсюда попытаемся провести. Вот таким вот образом. По отверстиям, тут по заглушкам можно понять, в какую сторону его вставлять. Итак, есть контакт. Так, давайте все-таки, наверное, приберем немножко провода. Наши для этого у нас есть стяжечки. Теперь, в принципе, можно питание процессора. Так, здесь, конечно, ограниченные возможности кабель-менеджмента. Поэтому, ну, по максимуму, вот у нас вот такие вот есть рюшечки, отверстия для усмирения жестких проводов. Пока все затянем. А потом уже будем смотреть, куда это все прикрутить. Так, ну вот как-то так выглядит у нас кабель-менеджмент. Я, конечно, не мастер этого дела, да и особого энтузиазма у меня пока нет. То, что можно спрятать, я спрятал, не подвязывал лишний раз, потому что стяжек мало у нас. То, что можно, собственно, в корпус спрятать под жесткий диск, то я спрятал. Ну, не совсем продуманный корпус, конечно, в этом плане. Здесь мало. Вот у нас получилось торчить. Ну, да ладно. Это у нас не супер игровой кнопок, поэтому не моддинг. Поэтому как-то так. По максимуму я попытался. Теперь самое веселое занятое подключение вот этих вот финтифлюшек. Power SW, Reset SW, HDD LED, Power LED. Итак, Power SW это у нас кнопка Power, соответственно, включение. Это кнопка перезагрузки, подсветка жестких дисков, работы жестких дисков HDD LED. И Power LED, Power LED минус, это типа подсветка кнопки включения, кнопки питания. Здесь у нас на отсуток все подписано, поэтому все, в принципе, просто. Тем более кабель у нас нормальный, не полетен никакой. Кнопочка Reset у нас видно. Вот сюда мы подсоединяем надписью вверх. Power SW тоже подписано. Вот она здесь у нас. Вставляем. Power SW, Reset. Так, далее читаем. Вот у нас снизу здесь надпись, покажи. Вот они. HDD LED, но, соответственно, HDD LED тоже самое. Плюс-минус здесь есть. Плюс-минус. Почему-то HDD LED всегда перевернутый, но ну ладно. Так, далее у нас следует подключение видеокарточки. Видеокарточка у нас будет вот такая, 650-я. Ну, минимальный уровень игровой видеокарты. Сразу достанем до двера. Коробку можно выкинуть. Ничего в ней более нет. Вот такой вот насосус. В последнее время пришел. Ford 150, Dual, что-то там. Подшипники гип-памяти GTX 11. Ну и эфирное охлаждение. Достаём. Снимаем защиту. Тоже можно снять. Так, и теперь у нас нужно померить и достать одни из плашечек. Всё, я понял, какие. Теперь вот эти задние планки. По помощи отвертки аккуратно выкручиваем. Так, раз. И два планки мы отстали. Винтики открутили. Ну, что, в принципе, для такого дешевенького корпуса, даже кабель-менеджмент, ничего такого. Так, вставляем другую карточку. До щелчка, опять же, предварительно мы отгибаем фиксатор. Вот, щелчок произошел. Фиксатор захлопнулся. Теперь закручиваем плохо питание в самом удобном месте. Классно. Даже не сзади, а спереди. Так, нам потребуется обертка. Так, что у нас осталось? Подключить питалово. Вот так мы красиво заведем это питание. Вот и всё. И здесь мы будем прямо цеплячивать. Что, закрываем крышку теперь. Проверяем. Здесь во все пазы попал. Здесь во все всё. Я пока закручивать не буду, поскольку, мало ли, что-то у нас не получится здесь прессу откручивать. Ну, теперь, собственно, внесем на тестирование. Идем и будем его тестить. Давай здесь. Борт питания. Подключаем. Монитор. Подключили монитор. Проверяем, чтобы не замыкали разъемы от задней планки. Немножко не прячем. Так, и мышка нам, наверное, нужно проверить. Мышку в обычный разъем вставляем. Что, в принципе, всё. Молимся, чтобы у нас ничего не взорвалось. Здесь рабочая обстановка, не обращайте внимания. Смотрим на монитор. Ищем кнопку включения. И... И слушаем. Чешкий процесс. Во! Смотри, я бы кнопку включения. Догадался бы, я бы нет. Жмякаем. А, я знаю, в чем дело. Смотри. Кнопку питалого включаем. Оп, лампочка загорелась. Здесь, здесь. Значит, уже хорошо. Жмякаем. Оп. Ждём загрузки BIOS, поскольку операционки здесь нет. Так. Ну, включился, не взорвался. Уже хорошо. Уа-ля-ля. ASUS загорелся. Жмём, Давид. 3820, 36 ГГц, 16 ГГц памяти. Сфотоустройство наше. Привод и жёсткий диск. Так, нам нужно зайти в BIOS. Жмём F1. Вуаля. Всё заработало. Поздравляем вас. Мы подключили всё. 27 градусов процессор. Напряжение. Питание. Русский язык мы выставили. Всё. Мы сохранили. Показываем работу. Компьютер с первого раза у нас запустился. Вот и всё, дорогие мои друзья. Всё у нас сегодня заработало. Посмотрели вы на полный процесс сборки. Надеюсь, вам это было полезно. И ещё раз пробегусь на всякий случай. Значит, начинаем с материнской платы. До тех пор, пока не установим всё на неё. Не устанавливаем её в корпус. Ну, кому как удобнее. Мне удобнее так, как я показал это на видео. Вставляем процессор. Собираем крепление и полностью систему охлаждения процессора. Мажем термопастой проц. Устанавливаем кулер. Подключаем питание процессора к материнке. Выводим по максимуму все провода сразу же. Устанавливаем оперативную память. Прикручиваем к корпусу золотые наши подставочки под материнскую плату. Чтобы не было короткого замыкания. Затем заднюю планку материнской платы мы устанавливаем. Всё вкручиваем. Затем идёт у нас подключение периферийных устройств. Точнее, вот, жёстких дисков, приводов. По максимуму выводим провода. И видеокарточку в самый последний момент уже, потому что она особо усилий не требует. Видеокарточку подключаем. Подводим к ней питание, если такое необходимо. И, соответственно, потом идёт уже последняя стадия проверки всех подключений. Да, забыл. Вот эту штучку мы подключаем очень внимательно и аккуратно. Зачастую, если комп не включается, значит, вы здесь кнопкой питания намудрились, что-то неправильно здесь подключили. Кабель аудио разъёма подключаем. USB 3, передние панели, если таков есть, вентиляторы все. Не забываем материнскую плату питания подключить. Иногда на мощных компах бывает для оперативки или для проца дополнительное ещё питание. Ну и, в принципе, всё получается. SSD-шки вот есть где установить. Опять же, в SATA 3 порт обязательно вставляем. Ну и на шум давайте посмотрим, насколько это будет адекватно через микрофон нашего телефона. Вот ещё раз в освещении на всё посмотрим. Кстати, компьютер очень тихий. Что видеокарточка, что процессорный у нас вентилятор, что корпусный вентилятор. Сверху, я вижу, ещё есть отверстие для установки вентиляторов дополнительных. Но это если совсем горящий процесс у нас будет. Итак, вот что у нас получилось. Ну, немножко некрасиво с проводами, но корпус, как бы, видите, дешёвый. Я уверен, что можно, конечно, и лучше, чем я провёл, но на это у нас времени пока нет. Вот так вот у нас шумит процессорный кулер. Ну, по крайней мере, не приложив ухо, я его не слышу. Вот так шумит у нас корпусной вентилятор. И вот так вот видеокарточка. Вот так вот жесткий диск. Если вы услышите, но он сейчас не работает. Всё, оно загрузилось. Всё получилось. Вуаля. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, то видео, которое вы так долго ждали, вы увидели. И вам это в какой-то степени помогло. Ну, извиняюсь за трясущиеся руки. Штатива стабилизатора у нас нет. Поэтому вот так. Вот такой вот неплохой рабочий компьютер. Наверное, судя по всему, для конвертирования, кодирования. Поскольку 2011-й сокет очень мощный. Всё, спасибо за внимание. До свидания.